Доброе утро! Сегодня говорим вам мы, Надежда Пархунова, Ростислав Азизов и начинаем нашу программу с таким добрым названием «Наше утро». Ну а программу мы начнем с вопроса. Уважаемые наши телезрители, Ростик, как чистить зубы до завтрака или после завтрака по утрам? Ну, лично я, сразу встав с постели, иду в ванну, чищу зубы, а потом уже завтракаю, пью ароматную чашечку кофе. И, как выяснилось, правильно делаешь, потому что ученые доказали, что те бактерии, которые скапливаются за ночь у нас в ротовой полости, вместе с завтраком попадают в желудок, в пищевод и могут привести даже к болезням. Поэтому лучше всего сначала почистить зубы, а потом уже завтракать. Хотя до этого было совершенно противоположное мнение. Я думаю, что вы запомнили, что же нужно делать, сразу встав с постели. А что же интересного сегодня покажем, расскажем в рамках нашей программы «Мы» расскажет Надежда. Сегодня вы увидите и узнаете, как в 30-х годах 20-го века украшали инфляцию, кому мы подарим нашу фирменную кружку, пообщаемся с руководителем Центра выявления и поддержки одаренных детей и еще в рубрике «Громотеи» объясним, что такое стартап. Ну и узнаем, что сулят звезды рыбам, тельцам и скорпионам. А также стрельцам. Я стрелец, кстати говоря. Вот, а я хочу рассказать очень интересную новость. Например, в минувший выходной в Амурской областной филармонии состоялся очень интересный и, наверное, самый важный концерт. Дело в том, что один из старейших коллективов отметил свой юбилей. Хору возрождения исполнилось 40 лет. И, как сказал директор филармонии, этот коллектив является фундаментом Амурской областной филармонии и жемчужиной культуры Амурской области. Этот коллектив неоднократно выступал в Китайской Народной Республике. Они выступали в Чехии, они выступали в Соединенных Штатах Америки. И вот, недавно проехались по всей Амурской области, дали концерт. И такой завершающий концерт тур – это концерт по Амурской областной филармонии. А в городе Белогорске вручили очередные ключи местному Дому культуры от автоклуба. Надежда, знаешь ли ты, что такое автоклуб? Нет, я даже не представляю, что такое автоклуб. Как это? Ну, наверное, это клуб, где собираются любители авто? На самом деле нет. Это такая машина, такой грузовик, который трансформируется в сцену. Там есть звуковое, световое оборудование, даже проектор для просмотра кинофильмов. И благодаря такому автоклубу по селам и городам области будут ездить артисты, выступать, давать концерты. Это очень интересная новость. Ну, а какие еще сегодня новости вы узнаете и какие подготовили новости для вас наши корреспонденты, давайте узнаем прямо сейчас. Через 10 минут снова встретимся в этой студии. Продолжаем наш утренний эфир. Сегодня на календаре, напомню, 12 ноября, вторник. И в этот день отмечается множество праздников. Один из таких – день специалиста по безопасности в России. Также день борьбы с пневмонией и еще синичкин день. Как говорят экологи, это самое время, когда нужно подготовить корма для птиц и изготовить скворечники. Ну, а я хочу сказать, что в Москве тоже подготовились заранее к дням Дальнего Востока, которые проходят в Москве, и подготовили целый состав поезда в метро. Это уже традиция. Каждый вагон рассказывает о истории, о природных условиях, о животных отдельной области, отдельного края на Дальнем Востоке. И есть вагон, посвященный Амурской области. Теперь москвичи, гости столицы со всей России будут точно знать, что такое Дальний Восток и что такое Амурская область. Да, и самое главное, конечно же, наш самый главный символ – это амурский тигр, который украшает вагон. Он зеленого цвета. Я уже подглядел и посмотрел фотографии. Я не знаю, почему зеленый, но может быть, потому что у нас еще множество лесов, и мы такая экологическая область. Ну, а что интересного запомнилось в истории нашего региона за 10 лет, узнала Оксана Холодова. Рубрика «День в истории». В 2009 депутаты при Амуре рассмотрели законопроект, призванный защитить детское здоровье. В документе назвали места, в которых дети до 16 лет не должны находиться без родителей с 23 до 6 утра. Еще один закон вызвал горячие споры. Парламентарии запретили продавать пиво в радиусе 300 метров от амурских школ. Годом позже на заводе «Амурский металлист» горели складские помещения, в которых находились коробки с сигаретами. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В тушении было задействовано 8 пожарных автомобилей и 24 спасателя. Огонь локализовали за 25 минут. В 2011-м в областной столице проходил турнир по боксу и смешанным единоборствам битва на Амуре-3. В нем принимали участие бойцы из Амурской области, Хабаровска, Владивостока, Армении и Узбекистана. Благовещенец Евгений Зливко стал чемпионом Азии по панкратиону. Он праздновал победу над спортсменом из Узбекистана Санджаром Хасановым. Бой длился 90 секунд. В 2012-м генерал Мустафа из Ливии проверил, как учат его курсантов в Двоку. Военный атташе осмотрел учебные тренажеры и классы, побывал на занятиях курсантов. После экскурсии по территории училища он пообщался на арабском языке со своими земляками. Кстати, военнослужащие из Ливии стали первыми иностранцами, которые начали учиться в Двоку. А в 2013-м амурчанам запретили выезжать в Хэйхэ. На таможне соседнего государства за два дня в ожидании переправы скопились несколько сотен человек. Судно на воздушной подушке, рассчитанное на 40 мест, всех желающих не вместило. Из-за ледохода количество рейсов в соседнее государство сократили. Отправиться за границу могли только те, у кого были куплены железнодорожные или авиабилеты. Этот день в 2016-м начался с шокирующей новости. Ночью возле одного из баров Благовещенска ранили военнослужащего из Екатеринославки Максима Мараева. Его доставили в больницу, но медики не смогли ему помочь. Рана, полученная в результате выстрела, оказалась смертельной. Это происшествие получило широкий общественный резонанс. По решению суда, виновного в 2017 году приговорили к 13 годам лишения свободы. Раз мы прошлись по памятным датам, давайте вспомним еще одну, которая предстоит 23 ноября. Нашему областному амурскому телевидению исполняется 10 лет. И мы готовы, конечно же, дарить подарки в честь своего дня рождения, но взамен за ваши поздравления. На номер ватсап мы ждем видеопривет из разных городов Амурской области. Может быть, это будут какие-нибудь оригинальные картины, может быть, это будут стихи, которые мы обязательно прочитаем в нашем эфире. За 10 лет у нас побывало очень много талантливых, интересных гостей, с которыми мы проводили интервью и встречались. А также очень много детей ждем от вас, поделки, рисунки, торты тоже могут приготовить. Ну а самое главное, выкладывайте в инстаграм свои фотографии с логотипом Амурского областного телевидения и обязательно поставьте хэштег «Решетка Поздравь АОТВ». Либо же присылайте свои видео и фотографии на наш номер ватсап, его сейчас увидите на своих экранах. Мы выберем 5 победителей и одного из них мы уже готовы назвать. Кто же это Надежда? Надежда Камагорцева сняла видеоклип, где задействовала фото наших ведущих. Это было очень приятно и здорово, и мы ей уже вручим первый приз. Ну а ваших подарков и поделок мы ожидаем в дальнейшем. Погода нас продолжает радовать относительно неморозными деньками. И еще в середине ноября мы наслаждаемся, ну, днем почти что плюсовыми температурами. Минус еще такой, не сильно низкий. Вот, а кто-то мечтает о теплом снеге. А увидим ли мы его сегодня, узнаем прямо сейчас из рубрики «Прогноз погоды». Продолжаем эфир. Спасибо, что остаетесь с нами. Сегодня поговорим о правилах нахождения на водоемах. И несмотря на то, что в области уже зафиксировались морозы, все-таки лед еще не окреп. Можно ли или все-таки нельзя выходить на лед в данный период времени? И когда все-таки уже можно будет? Сегодня мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Иван Васильевич Воробьев, главный государственный инспектор по маломерным судам Амурской области. Доброе утро. Доброе утро. Иван Васильевич, ну, сразу такой первый вопрос. Какой лед считается безопасным для рыбаков, то есть для людей? И какой лед считается безопасным для переправы, грубо говоря, для машин, для того, чтобы можно было уже ездить по нему? Ну, во-первых, это стабильная минусовая температура. Вот без этих вот оттепелей, да, у нас мы последние два дня. Вот сейчас самое опасное, это то, что ночью похолодание, а к обеду лед резко уменьшается в своей жесткости и выдерживании людей. Как это было, был у нас случай в районе судоверфи, когда мужчина утром выходил на лед, а потом после обеда пошел. И случилась трагедия. Безопасный лед толщина составляет 10 сантиметров для движения людей на расстоянии 5-10 метров друг от друга. И для оборудования ледовой переправы не менее 40 сантиметров. А когда наступает все-таки по уже, наверное, статистике в Амурской области период, когда все-таки можно выходить на лед? Ну, выходить на лед это к концу ноября, там, где стоячая вода. Ну, то есть не на реке, не на Амуре, не на Зее, Чигири может быть, да? На реке она становится в конце ноября, только становится. Поэтому вот где-то с декабря. Но это, опять же, если есть особая необходимость, то нужно выходить с предосторожностью, то есть впереди себя продвигать или доску, или с собой брать конец Александрова, чтобы была какая-то страховка. А доску впереди себя, это чтобы, если вдруг ты провалился, да, можно было за счет него хотя бы попытаться спастись? Каждый год мы говорим о том, что на лед выходить нельзя, на лед выходить запрещается, да, тонкий лед, но люди все же выходят. И есть ли какая-то статистика? Кто чаще всего попадает в эти неприятные ситуации? Ну, в такие ситуации попадают и взрослые, и дети, как по статистике. Взрослые – это рыбаки, наверное, или кто? В основной своей массе взрослые, да, это рыбаки. Те, которые только первый лед становится, они выходят для рыбалки. А дети из шалости… Был у нас случай буквально два года назад, это когда два ребенка решили покататься на льдине в районе судоверфи. И когда приехали спасатели, то 11-летний перепрыгнул на более большую льдину, а 14-летний остался на маленькой, но ближе к берегу. Его спасатель спас, эвакуировал на берег, пошел за вторым, и когда пошел за вторым, льдину уже отнесло от берега. И у него начала путаться во льду страховочная линь. Он сбрасывает, принял решение, сбрасывает этот линь и забирается на льдину к молодому… К мальчику. К мальчику. И они с ним проплыли более трех километров. Спаслись, самое главное. Самое главное, что да, оказали тут под руководством Титова, капитана, Марс вышел в большой судно на воздушной подушке. И уже под занавес дня их спасли. Да, произошло без трагедии. Но, опять же, это бесконтрольность родителей не контролирует. Ну да, это же уже взрослые дети фактически, 11-14 лет, но это же не малыши. Поэтому вот таким образом… Ну хорошо, слава богу, что без трагедии произошло. Да, статистика у нас за 17-й год погибло 42 человека, из них 6 детей. В 18-м году 40, из них 7 детей, но трое до сей поры не найдены. И в 19-м году статистика, конечно, общая, она идет с уменьшением 36 человек, но детской смертности гибели у нас возросло почти на 30%. 9 человек погибло. Если говорить о том, если вдруг все-таки, ну, нечаянно ребенок вышел на лед, или это взрослый, и вдруг произошла такая трагедия, ты тонешь, что делать? Соблюдать спокойствие, или наоборот, был дыхать ногами, пытаться… Или кричать. Или кричать, вызвать на помощь. Ну, во-первых, это кричать, чтобы… Помогли. Помогли. А во-вторых, не надо… Паниковать. …брыкать, паниковать, нужно расположить тело в горизонтальное положение и рукой и ногой постараться выбраться на лед. Когда выбрались на лед, нужно двигаться в том направлении, откуда вы пришли. То есть там лед стабильно… Ползком. Да, только ползком. Не вставать на ноги, только ползти. Только ползком. Сколько может выдержать человек в ледяной воде? Сколько есть времени для того, чтобы… В ледяной воде, значит, в воде, какая сейчас, 2-3 градуса, ну, буквально 10 минут, не больше. Если говорить все-таки о переправах, скоро лед все-таки будет уже стабилен, и можно будет передвигаться по нему. Когда планируют открыть наши переправы, и сколько их будет в этом году? Ну, открытие переправ, опять же, зависит непосредственно от погоды. Если будет вот такая погода стоять, то, конечно, будет сдвиг по времени. Скажите, а уже есть сдвиг? Вот мы наблюдаем, ноябрь, да, фактически, вот-вот его середина будет. Достаточно тепло? Ну, пока что идет все с небольшими отклонениями от прошлых лет. У нас уже намораживается на Гелюи переправа, там идет интенсивная наморозка, потому что это, можно сказать, дорога жизни для людей. И там, я думаю, что в ближайшее время будет открыта переправа. Всего планируется к открытию 10 ледовых переправ у нас по области. Они, как правило, открываются по северам, вот к середине декабря. Ну, а здесь, в центральных районах в декабре, ну и крайне открывается в январе. Это, как правило, международная переправа. Ну, то есть это автобусы, которые ездят как раз в Китайскую Народную Республику. Грубо говоря, ожидаем в начале января. Можно будет ездить уже не на Пуми на автобусе, правильно, да? Ну, а наш эфир подходит к своему завершению. У нас есть добрая традиция. Каждому гостю мы задаем маленький блиц. Это несколько вопросов, о которых гость, конечно же, не знает. И вы тоже не знаете сегодня, какие вопросы ходят. Краткий вопрос, краткий ответ. И вы согласны, наверное, пройти маленький блиц. Давайте начнем с меня. Ваш идеальный завтра, каким он должен быть? Легкий. Легкий. Умеете ли вы сами плавать? Умею. И наш третий вопрос. Активный отдых или же все-таки полежать в свой выходной, почитать книжку? Активный. Активный. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Поделились такой полезной и, главное, важной информацией для наших телезрителей. А мы продолжаем наш эфир. Не переключайтесь, впереди еще много всего интересного. Ну, а сейчас мы узнаем, что же интересного для нас приготовила служба информации нашего канала. Новости продолжает эфир. Вернемся через 10 минут. Как и обещали, переходим к важной теме на сегодняшний день, теме денег. Ну, эта тема всегда важна, а особенно она была важна и актуальна в 93-м году. На тот момент Ростислав бушевала жуткая страшная инфляция. Для того, чтобы ее укоротить, была придумана новая реформа. Носила она, конечно, в основном конфискационный характер, деньги просто изымались. А вот какие вводились новые в оборот, мы узнаем прямо сейчас из нашей рубрики «История денег». Смотрим. Денежная реформа 1993 года предоставила нам деньги, ряд которых заканчивался 50-тысячной банкнотой. Инфляция продолжала по-прежнему расти. И без проведения денежной реформы в 1995 году было решено заменить бумажные денежные знаки. Это уже были банкноты, которые имеют современный вид. На них было изображение городов российских. И этот денежный ряд 1995 года заканчивался уже 100-тысячной банкнотой. Но поскольку инфляция все-таки была очень высокой, то в мае, когда начали эти деньги выпускать первое в обращение, вышло 100-тысячная банкнота. А потом уже 50-100 и по нисходящей. В 1998 году была проведена следующая денежная реформа, которая носила название «Деноминации». Ростислав, а ты знаешь о том, что 90% стартапов, как правило, проваливаются? Я недавно услышал это слово «стартап» и пытаюсь понять, что же это такое. Для этого и существует наша рубрика «Громотея». И именно из нее мы сейчас узнаем, что же означает слово «стартап». Ну а почему проваливаются 90% проектов, это уже, наверное, будет в другой рубрике. Английский глагол «стартап» означает «запускать, давать старт». Стартап – это небольшая фирма, которая основывается с нуля и использует инновационный бизнес-проект или интересную идею для получения прибыли. Большинство стартапов работают в сфере информационных технологий, так как эта сфера, как правило, не требует огромных стартовых капиталов. Каталог или каталог? Куда поставить ударение? Каталог – составленный в определенном порядке перечень, часто иллюстрированный каких-нибудь однородных предметов. Ударение в этом слове следует ставить на гласный О третьего слога – каталог. Например, дайте мне библиотечный каталог. Это каталог летней коллекции одежды. Будьте грамотными. Ну а прямо сейчас поговорим о том, как из ребенка сделать настоящего гения. Все об этом нам расскажет наш гость в студии программы «Наше утро» – Кирилл Иванов, руководитель Центра выявления поддержки одаренных детей. Доброе утро! Здравствуйте! Кирилл, доброе утро! Ну расскажите, пожалуйста, про ваш центр, который, мне кажется, безумно всем необходим, потому что все хотят видеть своих детей именно гениями. Что это такое? На самом деле все дети талантливы. Наша задача выявить, поддержать и сопроводить. Центр наш создан в рамках субсидий федеральной от Министерства просвещения. 16 регионов стали победителями в этом году, и мы стали одними из них. Вот так вот, среди 16 лучших. Да. На Дальнем Востоке наш центр единственный. И пока свою деятельность мы проводим в виде профильных интенсивных смен по 10 дней. Для того, чтобы попасть на смену, ребенку необходимо, соответственно, ознакомиться с положением, которое мы высылаем заранее перед каждой сменой, и подать заявку в соответствии со всеми требованиями положения. Чему посвящены смены? Они, что-то, по-моему, тематические. Да, центр ведет свою деятельность по трем направлениям. Это наука, искусство и спорт. На сегодняшний день у нас состоялась первая смена в сентябре, посвященная многослойной акварельной живописи. Мы встречали художников, и по итогам смены из 46 отобранных участников, 6 были рекомендованы в образовательный центр «Сириус». Вот как здорово! Мы отправили своих деток в образовательный центр. А как у вас смены проходят? Это не мешает учебе? Ну вот поэтому 10 дней, то есть мы отвлекаем ребят всего лишь на неделю. От учебного процесса своих школ. И они весь день обучаются. Да, у нас почти 7 часов в день проходят образовательные процессы, именно интенсивные, именно профильное погружение, можно сказать, даже предпрофессиональное. Но это, наверное, интересно, потому что все же на примерах объясняется, все показывается, то есть все на практике. Ребята, безусловно, работают и индивидуально, и командно, и работают с наставником индивидуально, и в команде. А кто наставники? Вот вы кого приглашаете в наставники? Наставники – это преподаватели вузов, преподаватели колледжей. То есть это преподаватели с опытом. Какая следующая смена готовится? Следующая смена готовится в рамках тоже гранта, еще одного выигранного гранта. Называется она «Малая академия ХИ», и ребятам предстоит за 21 день построить макеты газоперерабатывающих заводов. То есть это вторая смена научная, получается, инженерная. Со скольки лет? Я интересуюсь не просто так. Сейчас наверняка сидят мама и папа и думают, как бы своего ребенка вот в такую смену определить. Да, у нас на самом деле уже отбор, так скажем, идет, осталось несколько мест всего. Мы уже набрали 160 человек на эту смену. Ну, может быть, на будущее кто-то захочет. Ну, вдруг кто-нибудь захочет через несколько месяцев. Конечно, мы будем повторять эту смену в любом случае. Десятый класс для этой смены мы выбрали. Возраст. Отбор, соответственно, так же. Отбор в Министерстве образования проходит или у вас? Куда подавать заявки? Мы отправляем, сотрудничаем с отделами образования всей области. Но эта смена у нас направлена только на детей города Благовещенска. Соответственно, мы отправили через отдел образования в школы города положение. И ребята ознакомились, откликнулись. То есть школы сами ищут, подбирают таких вот талантливых ребят и вам списки предоставляют? Да, но у вас, если говорить о Благовещенцах, то это только Благовещенск или по всей области стараетесь работать? И со всей области могут переходить? Вообще центр нацелен, конечно, на работу со всей областью. Первые две смены прошли областные. И на второй смене по спутнику и космомоделированию мы приглашали даже ребят из Якутии. Ничего себе. То есть да, мы максимально стараемся охватить и даже помочь коллегам из соседнего субъекта, так скажем. Вообще на области сейчас с партнерами готовим две образовательные программы, которые будут проходить в городе свободном. Они будут четырехмесячные, но там вот уже посещение. Ничего себе, четыре месяца. Тут здесь, ну, вы же уже не возьмете ребенка. Из учебного процесса, да, как-то там отрегулируете. На базе школ также будет организована деятельность. То есть дети сначала учатся, а потом остаются, и наши педагоги проводят с ними занятия. Самый главный вопрос, мне кажется, каждого родителя. Сколько стоит обучение вот в такой десятидневной смене, например? Ничего не стоит. То есть абсолютно бесплатно? Она еще и бесплатна. Она бесплатна, да. Единственный вопрос – это добраться с области до города Благовещенска, а дальше все расходы мы берем на себя. Даже проживание, то есть если ребята… Проживание, питание, все материалы, все расходные материалы, все оборудование мы все предоставляем. То есть все ради того, чтобы выявить действительно талант ребенка. А что потом? Вот самый главный вопрос. Вот прошли ребята одну смену, вторую вы видите талантище. Дальше как быть? Задача такая немножечко может быть… Амбициозная. Коварная, не амбициозная. Сохранить таких ребят у нас в области и передать их, соответственно, сначала из школы, сопроводить их в школе, довести до вуза на соответствующую специальность, помочь определиться с этой специальностью и дальше сопровождать на протяжении обучения именно до места работы. До рабочего места. Главное, чтобы здесь остались. Желательно, чтобы это было у нас в регионе. Вы сказали, что мы попали в топ, не знаю, вот выигранный грант, в 16 регионов его выиграли. У нас такие центры существуют в 16 регионах или все-таки их больше? Центров на самом деле больше, они существуют в разных регионах, их порядка 80, но вот 16 обладателями, так скажем, грантовой субсидии… Ну то есть поддержки государственные, грубо говоря, именно стали в том числе и мы, и Эмурская область. Почему мы стали нуждаться в таком центре? На самом деле работа-то с одаренными детьми ведется давно, а сейчас вот перед центром стоит задача собрать, наверное, лучший опыт и распространить его, то есть стать неким центром обмена и помощи, таким, поддержки детей. Если говорить о будущем, планировали ли еще какие-нибудь, может быть, смены, расширение своих границ, чтобы сейчас родители послушали и узнали, что возможно туда пойду? Ну то есть не только спорт, наука и искусство, а что-то может быть еще? Ну у нас на самом деле в этих направлениях очень много поднаправлений. Ну давайте поговорим о них. Наука включает 8 поднаправлений, быстро перебегусь. Это космонаправление, это интеллектуальные системы, это IT-направление, это дополненная виртуальная реальность, это современная альтернативная энергетика, это робототехника. То есть там очень много, плюс ко всему мы подкрепляем знания ребят по школьным дисциплинам, то есть те же школьные дисциплины внедрены в эти процессы и со знаком звездочки усложняем, добавляем. А также если говорить о спорте, то это командные индивидуальные виды спорта, то есть здесь футбол, волейбол, хоккей, баскетбол. То есть ты можешь играть в бою. Плавание у нас такие, пловцы замечательные растут. Плавание пока рассматриваем, этот вопрос пока просто базы нет, но если договоримся с партнерами, обязательно включим. Задача хватить максимум. И теперь мне интересно искусство, там, наверное, вообще грани. Искусство, конечно, декоративно-прикладное творчество, все, даже гончарное ремесло мы туда включили, несмотря на то, что это сложно. Вокал индивидуальный, хоровой и народный, и классический, и современный, то есть мы работаем со всеми детками. Танцы, живопись, рисунок, то есть все изображение творчества. Театральное искусство включили туда. Театральное обязательно, да. Где о вас можно узнать? Вот родителям сейчас, давайте расскажем. У нас сейчас есть группа ВКонтакте, называется Вега-Центр, и также есть страничка в Инстаграме. Тоже Вега-Центр, правильно? То есть заходим в Вега-Центр, пишем, спрашиваем, узнаем, приходим, записываем. Образовательный центр Вега, да, везде есть и мои контакты, и контакты сотрудников, то есть мы всегда на связи, мы готовы к диалогу, всегда ждем. И сейчас мы вот о запланированных сменах, следующий год будет очень насыщенный, но вот пока известно, что март месяц это направление искусства, четыре профильных смены. Ничего себе, это как раз каникулы, март. Спасибо огромное. Я вот для себя тоже это заметила. Да, ты отмечай, записывай себе, но я сейчас у себя отмечу несколько вопросов для вас, потому что в нашей программе есть традиция, маленький близ, быстрый вопрос, быстрый ответ. Итак, ваш личный талант или хобби? Художник, профессиональный художник, рисую всю жизнь. Вот, как здорово. Ага, вот. Тогда мой второй вопрос, раз свой художник, тоже будет очень быстрым. Рембрандт или Дали? Дали. Ого, вот так. Поспать на 10 минут подольше или же проснуться на 10 минут раньше будильника? По факту на 10 минут раньше, в желаниях себе подольше. А желания лучше подольше. Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня в гости, действительно поделились очень важной и полезной информацией. Мы продолжаем наш эфир и прямо сейчас узнаем, а что же говорят звезды нам на сегодня, на вторник. Овнам сегодня можно приступить даже к самым утомительным и трудоемким делам. Ваш энергетический потенциал очень высок. Стоит только правильно рассчитать свои силы. Для тельцов вероятность полезных знакомств, однако чрезмерная заносчивость может помешать в развитии бизнеса или карьеры. Рекомендуем все взвесить. У близнецов нет стимула для активных дел. Возможно, внезапная апатия не мешает обратиться к врачу. Ракам в этот день следует избегать общения с пессимистами. Вам будет нелегко сосредоточиться на работе. Будьте осмотрительны. Львы. Не стоит сегодня переживать по пустякам. Уделите время полноценному отдыху. Панацея от проблем станет работа. Дев. В поведении многих дев будет присутствовать альтруизм. Желание помочь человеку только приветствуется. Весы. Стоит делать периодические остановки в делах. Это поможет сэкономить силы. Рекомендуем воздержаться от неоправданных трат. Скорпионов обескуражит обилие информации. Возможны самые противоречивые новости. Анализируйте информацию. Возможно, понадобится совет от близких людей. Стрельцы. Вы сегодня настоящие везунчики. Успех сопутствует буквально во всем. Излишняя придирчивость к людям не приветствуется. Молчание золота. Козероги. Это про вас. Многие ситуации сегодня сложно понять. Тем более принять правильное решение. Будьте осмотрительны. Некоторых водолеев ожидает утомительный спор. В рабочее время это станет помехой. Не давайте совет, если его не просят. Рыбы. Не самый удачный момент во всем, что связано с профессией или бизнесом. Не боритесь с проблемами. Куда правильнее наблюдать за ними со стороны. Партнер программы – магазин «Энергия жизни». Город Благовещенск, улица Островского, 12. Кстати говоря, гороскоп вы теперь сможете увидеть не только в программе «Наше утро», но еще в течение дня на Амурском областном телевидении. Ну а что вы еще сможете увидеть и посмотреть на нашем телеканале, расскажем прямо сейчас. 18.50 в эфире программа «Афиши». Это анонс культурных событий. На предстоящую неделю расскажем, куда и когда можно сходить, какие интересные постановки и концерты идут в учреждениях культуры Амурской области. Также на нашем канале можно посмотреть программу «Область сети». Марьяна Геворкян сделала обзор самых интересных постов в Инстаграм. Ее же авторство программы «Медиабезопасность», которая создана при поддержке Амурского государственного университета и рассказывает, какие интернет-ловушки могут подстригать сети, а также как не попасть в лапы мошенников. Вечером в 20.35 новый выпуск «Область спорта». А сразу после программы «Бизнес-помощник» учим, как строить бизнес и как получать предпринимателям помощь и поддержку от властей. Это утро провели с вами мы, Ростислав Азизов, Надежда Пархунова. Мы желаем вам хорошего дня и напоминаем про наш конкурс «Поздравь АОТВ». Мы ждем от вас снимки с логотипом нашего канала, поздравления в виде стихотворения, поздравления в виде приветов на наш номер в WhatsApp. Его сейчас увидите на своем экране. Также выставляйте свои фотографии и видео в Инстаграм с хэштегом «Поздравь АОТВ». Получайте призы, выигрывайте конкурс. Ну а завтра будет новый день и новое утро. Прощаемся с вами. Желаем вам хорошего дня, удачи и всего самого наилучшего. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова